Друзья, всем привет! С сегодняшнего дня я начинаю свой спортивный блог, а именно он будет включать тот контент, и он будет рассказывать о моих тренировках. Тренировки у меня бывают разные, как в тренажерном зале, как по кроссфиту, как игровые виды спорта, ну, в общем, много всего. Я буквально недавно выглядел вот так. Это 1 января 2020 года. За время пандемии я скинул 20 килограмм, потом 5 килограмм набрал, а сейчас стремлюсь к форме 2015 года, где я выглядел вот так. Осталось, я надеюсь, немного времени. В данном клипе вы увидите тренировку по кроссфиту, которую я делаю периодически, ну, два раза в неделю это стабильно. Сегодня я хотел вам показать, как это все делается. Она занимает буквально час. Всегда я тренируюсь с музыкой, поэтому прежде чем вам показать, сначала разомнем. Разминка включает в себя 10 минут на скакалках. Обращаю внимание, прыгалки я выбираю не тонкие, потому что нагрузки вообще практически нет, а более-менее такие вот тяжелые. Так, поехали! Разминка прошла, теперь будем сооружать базы. Что такое база в понятии кроссфита? Это определенное упражнение на определенной группе. Итак, друзья, у нас здесь 6 баз. Начинаю я с рывка грифа. Общий вес где-то 47 килограмм. Здесь две гири по 16 килограмм. Здесь я буду делать выпрыгивание. Следующая база у меня это отжимания на мячах. Объясню, почему на мячах. Засчет того, что вы стоите на каких-то возмышленностях, вы опускаетесь еще ниже. А мышцы не только груди в данном случае, а вообще мышцы растут только тогда, когда они растягиваются. Следующее упражнение будет на канате. Потом я делаю питбэк вращения. По большей части забиваются плечи. И сэндбэк – это мешок с песком. Его вес 20 килограмм. Я делаю каждую базу, а их 6. Базы вы увидели только что по два подхода. 30 секунд работаешь, 45 секунд отдыхаешь. Ну что ж, поехали. Советую после каждого подхода по глотку воды. Я пью в данный момент обычная вода, выжимаю туда лимон. Отдыхаем 45 секунд. Переходим два подхода на гирях. Общей сложности выпрыгивания будет с 32 килограммами. Забиваются не только ноги, но и руки. Главное в процессе отдыха не сидеть. Постоянно ходить. Быстрый шаг, потом намедленный. Итак, отжимание. Широкий хват. Когда будете выкладывать себе базы, кто в домашних условиях занимается, кто в зале, всегда чередуйте, чтобы подряд одни и те же группы мышц не повторялись. Такое ощущение, что второе дыхание открылось. Сейчас переходим на канат. На канате бывают различные упражнения. В данный момент я буду забивать приплечье. Сейчас будем делать спидбэк. Чем быстрее ты крутишь, тем больше нагрузка. Следующее упражнение. Сендбэк. Вращение вокруг себя. Тут работают как и плечи, как и боковые мышцы пресса. Вес 20 килограмм. Поехали. В процессе вращения сустав дает себе знать и порой сбиваюсь. Еще один подход. Итак, друзья, закончил я 12 подходов между упражнениями, перерывом 45 секунд. Сейчас я отдыхаю 2 минуты и делаю 3 подхода. И в каждом подходе будет по 2 упражнения. Работа у нас будет по 30 секунд каждой базы. И 5 секунд на то, чтобы перейти с базы на базу. Итого длинного раунда у нас будет минуты 0,5. Отжимание. И потом канат. После такой нагрузки воду сразу пить не стоит. Итак, спидбэк одновременно с сэндбэком. По 30 секунд каждая. Чем быстрее работаете, тем лучше для ваших мышц. Так, а сейчас мы завершим тренировку. Два подхода. В каждом подходе не 2, а 3 упражнения. Они будут идти каждое упражнение не по 30 секунд, как в двойном подходе, а по 25. Итого получится без перерыв работать минут 15. Ну, обращаю внимание, если у вас проблемы с сердцем, такие тренировки категорически запрещены. Замыкаем тренировку 3 упражнения. Канат, спидбэк и сэндбэк. Тренировка невероятная. Мотивирует намного. Вот я утром позанимался и целый день с желанием отдаю своего любимого дела. Это общественная деятельность. Ярополк. Ну и депутатская деятельность на территории Краснодарской. Приходите в Ярополк. До встречи через 10 дней. Буду, как через 10 дней, стараться выкладывать свои тренировки. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... ...